Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, братья! Сейчас буквально осталось две минуты, и я включаюсь уже. Сейчас у нас трансляция вечернего эфира, семинара. Я назвал это семинаром именно, предпасхальным семинаром. Даже трансляцию так и обозначил. Предпасхальный семинар, ну и ваш покорный слуга архиепископ Сергей Рублев. Сейчас я пытаюсь сделать здесь объявление. Да, о, хорошо получается. Вот, слава Богу. Есть. Да, остается две минуты. Ой-ой-ой. Вот так вот. Да, слава Богу. Спасибо, Господи, за все. Спасибо, Господи, за приближающуюся Пасху, календарную, и за нашу Пасху, которой есть Христос, Иисус, Живой Спаситель наш. Аминь. Вот это самое ценное, самое дорогое. Сейчас я просто немного задержался, вот чуть, потому что с отцом Алексеем нашим беседовал. Вот. Так. Сейчас он уже подключился, тоже. У меня еще аж с Шаббата осталось с Халой. Я две Халы взял. Одну ел на Шаббат, вторая вот еще осталась. Ну, ладно, друзья, будем начинать уже. Я думаю, тоже как раз и... Спасибо, Господи, за все, за причастие в Харистию. Из Синагоги сок виноградный. Плод виноградной лозы. Бареепригагафэн. Амен. Вот. Слава Богу. Я вообще без этого не представляю вообще. Без, действительно, тела и крови Христа. Я тело и кровь Христа, я часть его, он часть меня. Вот. И это действительно постоянное такое наше таинство церковное. Вот здесь сейчас трансляция через телефон включается у меня. Все, с Богом благословляю. Подключается семинар. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, всех приветствую вас. Благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Сегодня 5 марта, 2018 год, понедельник, вечер. И вот сегодняшний вечер я озаглавил, вот этот прямой эфир, озаглавил как предпасхальный семинар. Ну и подписался архиепископ Сергей Журавлев, РПЦХС, то есть Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Первая часть. Ну, ваш покорный услуга сегодня, первую часть вот этого семинара, буду стараться раскрывать. Первую часть семинара, предпасхального семинара. Вообще вот это время от Пурима до Пасхи, Песаха, Пасхи. Этот месяц, он, я думаю, будет ознаменован как раз такой серией семинаров по истории христианства и истории церкви, истории Израиля, истории еврейского народа. И чтобы показать значимость и этих двух событий, величайших в истории Израиля, в истории Библии, библейской истории, для всех, кто, независимо от национальности нашей культуры, для всех, для кого Библия – это действительно Божье святое слово, для кого Библия – это святыня, Божье откровение, и Пасха, и Пурим – это величайшие святыни, величайшие праздники. Слава Богу. Оба этих праздника, есть очень много схожего в этих праздниках. И не только из-за того, что они близки друг к другу, но их месяц лишь разделяет. В полнолуние одного месяца, получается, от Ниссана, последнего, получается, Адара, текущего сейчас месяца лунного календаря, Бог спасения совершает, описаны в книге из Сфири. А уже в полнолуние следующего месяца, или первого, если читать, Ниссана, Авива, Бог совершает избавление, спасение, описанное в Торе. В книге «Исход», в числах, вот в этих книгах, в самом «Исходе» именно, сам «Исход» – это не просто даже выход из рабства, из Египта, это еще и путешествие по пустыне, это еще включает в себя и приход в землю обитованную, будем так говорить. «Исход» – это такое событие, с одной стороны, однажды произошедшее, раз произошедшее, но с другой стороны, это процесс определенный, который, знаете ли, надо было пройти, и который мы проходим в своих жизнях. Хотя Бог выводит нас не из территориального Египта, но духовного Египта нас точно выводит Бог. И Пасху мы переживаем, каждый из нас и Пурим, и Пасху мы переживаем в наших судьбах, и независимо от нашей конфессии, религии, динаминации и так далее, юрисдикции. Слава Богу! Если мы действительно верим Богу Израилеву, если действительно Библия для нас святое Божье Слово, то тогда, да, это событие и нас, касающееся напрямую. Слава Богу! И приветствую всех, братьев, сестер, кто подключился уже сейчас, кто подключается, и кто потом уже в записи будет смотреть это, потому что после каждого прямого вот этого эфира, будь то утренняя молитва, в 6 утра, кстати, не забывайте подключаться, кто имеет такую возможность, кто имеет такую, как бы, техническую возможность, желание, подключайтесь в 6 утра по киевскому времени, имею в виду, по местному киевскому времени, по московскому это получается уже в 7 утра, подключайтесь на прямую трансляцию утренней молитвы. Примерно от получаса до часу время занимает вот этого утреннего эфира. Вот, ну, а вечером, по вечерам, в 6 часов вечера тоже по киевскому времени, в 18.00, семинары. Семинары, целая серия семинаров будет в это время до самой Пасхи, значит, я называю их предпасхальные семинары. Вот, сегодня первая часть этого семинара, само вступление, будем так говорить. И я хочу начать с Божьей милостью, с Божьей помощью. Господи, благостави этот семинар, благостави всех нас во имя Иисуса Христа. И хочу начать с того же места и Писания, с которого и сегодняшнее утро, и молитву начинал я. И вчера провозглашал это в собрании. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи. Написано, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но сопрестниками чистоты и истины». Вот этот текст из Писания пусть будет как раз и зачалом у нас этого семинара и этих семинаров всех в целом до самой Пасхи, которые будут продолжаться. Слава Богу! И напоминаю, что Пасха в этом году, если брать библейское, Пасха библейского летоисчисления, 14-е Несана выпадает в этом году на 30-е марта, вот конец этого месяца уже. Вот, 30-е марта и, соответственно, 15-е Несана, это будет уже 31-е марта. И вот с 30-го на 31-е марта сделаем ночь бдения, пасхальную святую ночь бдения, будем есть мясо, горькие травы, поднимать бокалы, не только 4 бокала, но и 5-й, потом будем тоже поднимать бокал мессианского царства. Потому что после вечера Иисус таки поднял тот самый бокал, который до него никто не поднимал. В традиционных синагогах до сих пор и общинах, и семьях еврейских традиционных, не принявших еще и спасения через Мессию, до сих пор 5-й бокал, он так, он наливается, но он не пьется, он ставится, но он считается бокалом мессианского царства. И вот этот бокал мессианского царства, бокал Мессии, Машиаха, или как сейчас говорят, Ильяху, но во времена второго храма имелось в виду, что сам Машиах должен поднять этот бокал и свое царство, государство провозгласить. Так вот, и этот пятый бокал мы поднимаем, именно совершая таинство причащения тела и крови Христа, говорим о крови Божественной Мессии, Иисуса Христа, слава Богу. Предпасхальный семинар, да, потом после уже, ну с 31-го уже марта идет неделя у нас опресночная, будем хрустеть мацой, так что уже сейчас запасайтесь, господа, братья и сестры, запасайтесь мацой побольше и ешьте побольше мацы, как говорил доктор Изя, и ешьте побольше мацы. Вот именно вот на ту неделю, с 31-го получается у нас марта и всю неделю до 7-го получается у нас апреля, да, будем весело хрустеть мацой. Вот так вот, и, ну а потом уже, значит, следом сразу после Пасхи, Песоха, библейской Пасхи, начинается православная Пасха. К сожалению, вот так у нас как-то все не как у людей, к сожалению, вот так все наперекосяк. Но, маему тащи маему, вот, к сожалению, из-за многовековой проблемы антисемитизма, Пасха наша православная, церковная, она всегда запаздывает, она всегда после времени библейской Пасхи. То есть, после того времени, когда Бог дал нам исход и Пасху саму есть и праздновать. Это, конечно, недоразумение, вот, поэтому на уже православную Пасху я буду об этом говорить православным христианам и всем христианам, не только православным, конечно, всем христианам буду говорить о том, что не гоже так. Что действительно нам нужно вернуться к корням нашей веры, нашей традиции. Вот, слава Богу, там у нас. Вот, и, дамы и господа, значит, сейчас просто мне нужно здесь еще следить еще. Вот, но по времени этого семинара я буду говорить о Ветхозаветной Пасхе вот в эти дни этих семинаров. Буду говорить о Новозаветной Пасхе, буду говорить, действительно, об истинной Пасхе, которая и в Ветхом и в Новом Завете, она, по сути, одна. Это Машиах, это Христос, Иисус Машиах и Ишуа. Он является Пасхой, Песохом нашим. Он является, действительно, тем чудом, который Бог совершил для спасения всего рода людского. Слава Богу. Вот так вот, дамы и господа. Вот, и тот текст, с которого я начинал сегодня, напоминаю тем, кто подключился. Сейчас вижу, кто-то еще подключился. Подключайтесь, друзья. Я дал объявление сейчас в социальных сетях. Вот, поздновато, правда, надо было, наверное, пораньше чуть подать это объявление, но... Вот так. Но сейчас разговор был с нашим благочином, нашим протереем, отцом Алексеем Прошак. Значит, и в этом году, кстати, у него юбилей, 60 лет, будем поздравлять, да. Отец Алексей, если подключились уже, то моих нитей как-то себе, вот, и поздравляю вас уже заранее. Вот, и, знаете, вот, пока мы беседовали с отцом Алексеем, вот, перед вот этим включением, вот, конечно, такие вопросы тоже, темы такие поднимал я очень непростые. Мы вообще не поднимали очень такие сложные темы, но которые, вот, перекликаются вот с современным праздником, вот, праздником, вот, прошедшим Пуримом и, вот, с наступающим Песохом, Пасхой, Пасхой Господней. Вот, а, кстати, православная Пасха, если вот кому тоже будет интересно, но это уже буду говорить позже, детальнее о церковной Пасхе. А, вот, да, Отец Алексей, слава Иисусу Христу, пишет, слава навеки Богу Святому, аминь, слава Богу, витаю вас, приветствую, слава Богу. Вот, и сразу забегая вперед, скажу, что вот православная Пасха, она длится, как бы, есть минус определенный, конечно, в ее праздновании, но есть плюс в том, что она очень такая многодневная, очень многодневная. Она продолжается аж целых 40 дней, 40 дней, и это, в общем-то, библейски тоже оправдано. А почему? Потому что на протяжении 40 дней Господь наш, Иисус, воскреснув из мертвых, Он являлся своим ученикам, говоря им о Царстве своем, о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. То есть, о нас с вами, о Церкви Божьей. Вот, и, конечно, это, вот, думаю, был, наверное, самый потрясающий семинар. Иногда жалею, что апостолы не записали этот семинар. Вот, да и, в общем-то, только лишь в общем упомянули, что Иисус, приходя, говорил им о Царстве своем, о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Вот, я могу лишь предполагать, о чем было сказано. Хотя можно и точно утверждать, конечно, сегодня можно однозначно точно утверждать, что Иисус говорил тоже, что Он говорил и ранее о Своем Царстве, в притчах своих рассказывая о Царстве своем, вот, и демонстрируя Царство свое. То есть, это не было новым, это было повторением того, что уже звучало, что уже было сказано и что было в действии показано. Царство Божье. Милана Гейко, всем доброго вечера, слава Господу, Аллилуйя, слава Богу. Вас тоже приветствую, сестра дорогая, и приветствую всех святых с Харькова. Слава Богу, всем Харьковским святым тоже радоваться, и еще говорю, радоваться, слава Богу. Вот, и с отцом Алексеем мы в разговоре перед вот этим семинаром, перед началом этого вечера, этой прямой трансляции, как раз, значит, затронули тему, в том числе и вот тему, даже не знаю, с чего начинать-то, тему Цезарепопизма, можно так сказать, Цезарепопизма. Сегодня, кстати, у нас на календаре, я сказал вначале, а, я сказал, когда камеру включил, а в трансляции я не сказал. Сегодня у нас, или сказал, 5-е, сегодня марта, 5-е марта, и вот, кто помнит из истории нашей, недавнешней еще советской истории, что у нас произошло 5-го марта, такого, как бы, известного, такого, ну, как бы, знаменательного и великого, ну, как-то не тут, ну, великого даже, можно скажу. 5-е марта, хочу напомнить вам о событиях, значит, 1953-го года. Да, 5-е марта 1953-го года, вот, вот, я родился позже, я родился в 69-м году, вот, и мои родители, уже покойные, кое-что помнили, рассказывали о том времени, бабушка, дедушка, вторая бабушка, тоже кое-что рассказывали о том времени. Вот, и хочу напомнить вам кое-что из того, что произошло тогда, 5-е марта. Умер один человек, очень серьезно повлиявший на историю, вообще, мировую историю, историю христианства в частности. Тиран, палач, страшный человек. Я, конечно, не судья, ни живым, ни мертвым, я часто так говорю тоже, и у себя в церкви тоже говорю, что мы не призваны быть судьями, мы не судьи ни живым, ни мертвым. Тем более, что этот тиран, умирая, он был парализован какое-то время, и часы эти, я считаю, по милости Господней, ему были даны для покаяния, для встречи со Всевышним Богом. Вот, это Сталин, смерть Сталина. Хотя, несколько лет назад я был, честно говоря, потрясен очень сильно, думаю, многие из вас тоже были потрясены, когда в России транслировался сериал, в Украине тоже многие смотрели, к сожалению, этот сериал, страшный сериал, значит, пропагандистский, он назывался «Сталин лайф», «Сталин и лайф», «Сталин живой». Вот, и, конечно, было страшно, я уж не помню, какой это был год, ну, недавно, вот, несколько лет назад, вот, уже во время, вот, эти годы Антихриста, правления-то. Вот, значит, и действительно, знаете, вот этот дух Антихриста в стране, я имею в виду в России, настолько сильно стал действовать, он и в Украине действует, конечно, и в других странах, по всему миру дух Антихриста тоже действует, безусловно. Еще во времена апостолов дух Антихриста действовал уже, и много было уже Антихристов уже, знаете ли. Вот, Антихристос – это против Христа, как бы, да, а второе объяснение, Анти – это вместо Христа, за место Христа. Вот, и в церкви тоже дух Антихриста действует конкретно. Я из истории христианства, когда провожу семинары, я об этом очень подробно рассказываю. На этих семинарах, вот, предпасхальных, я тоже буду об этом подробно говорить. Брат Роман подключился, да, слава Господу нашему Иисусу Христу, шалом, пастор Сергей, шалом, народ Божий. Шалом, да, шалом, шалом, мир Божий, брат дорогой, Роман возлюбленный. Вот, шалом и вашему дому, слава Господу. Вот, и сегодня вот как раз я и вот вспоминаю вот ту историю. Так, друзья, сейчас буквально, вот, буквально минуту, хорошо, ну, сейчас продолжаю семинар. Не переключайтесь, я здесь, вот, просто нужно сейчас, если кое-что, какие-то манипуляции сделать. Так, ага, здесь. У меня же еще здесь на плите еще кое-что варится еще, поэтому учусь, учусь. Вот, кулинарному искусству тоже немного. Потом, даст Бог, похвастаюсь, потом, позже уже, когда все приготовлю. Вот, ну, ладно. Вот, значит, и, значит, семинар предпасхальный, но я, как бы, сегодня хочу вспомнить такое и радостное, и нерадостное, и трагичное, и всякое. Вот, сегодня 5 марта, и вспоминаю сегодня, в сетях социальных, кстати, вспоминали сегодня смерть Сталина. Вот, значит, в 1953 году, вот, сегодняшним днем он умер. И вот, несколько лет назад, когда, несколько лет назад, когда, вот, в России показывали везде, по всей стране, вот, этот фильм, Сталин, Сталин, Сталин жив, как бы, Сталин живой назывался, это было конкретным проявлением духа Антихриста вообще. Я не забуду того страха, того ужаса, который испытывал. Как раз так получилось, что я путешествовал в тот год, когда, вот, это показывали, этот безбожный сериал, значит, то, значит, об этом тиране. То, значит, я, как раз, съездил по всей России, даже летал на Дальний Восток, в Сибирь летал, вот, возвращался, потом был в Европейской России. И самое, представьте, значит, для меня было такое, ну, просто поразительное. Прилетаю, там, по-моему, Новосибирск, не помню уже, где уже там, в Сибири, куда вначале летел-то. Ну, неважно. Я по всей Сибири тогда, как раз так получилось, что по всей Сибири пролетел, проездил, вот, значит, получается, от Петербурга до Владивостока, короче, вот, по всей России, как раз, проехался, пролетел. Вот, в разных библейских школах преподавал, как раз был, да, вот такой год, когда еще все школы меня приглашали, сейчас уже школы меня большинство не приглашает библейских, боятся. Вот, там, значит, чекисты, там, и милиция терроризирует этих верующих сейчас евангельских в России, значит, и давят, конечно, вообще страшно, со страшной силой. Вот, и особенно те, которые независимы, которые самостоятельные, которые имеют свой голос, вот, некоторые, там, пошли под власть церковного антихриста, этого Ряховского, там, и прочих, там, и жизни антихристов. Вот, таких очень много сейчас там, очень много. В Украине, думаю, не меньше, но просто там все, вся вот эта вот, как бы, будем так говорить, зараза, что внутри церкви, она, как бы, была где-то там на низах, она стала подниматься. Знаете, вот, когда кипит, вот сейчас у меня там кипит, допустим, да, значит, и все всплывает. Вот, накипь, допустим, вскипает, да, значит, вот, например, мясо, ну, сейчас у меня не мясо, сейчас у меня, но вообще, когда мясо, допустим, варишь, да, значит, то, значит, кусок мяса, и помыл его, и все, значит, да, вот, ну, он в воде уже, все, и вот, начинает кипеть, и поднимается пена. Надо ее снимать, конечно, да, значит, потому что, ну, и бульон будет чистый, все, значит, мне так уже учили уже, я уже немного освоил эту технологию, значит, и вот, ну, откуда эта гадость берется вообще? Вот в процессе варки все это поднимается. Если просто в холодной воде положил мясо, значит, там, допустим, вымотое, чистое мясо, да, положил просто в холодную воду, оно лежит себе, оно может целый час пролежать, и ничего там не всплывет, никакой заразы не всплывет. А только начинает кипеть, вся зараза стала это всплывать, вся эта нечисть, пена сарматящаяся, как Яков, кто-то говорит. Вот, да, и, знаете, интересно, вот, значит, я летал, когда и ездил, вот, там, Новосибирск, где-то еще там, только из аэропорта выходишь, порой даже в здание аэропорта, только выходишь из здания аэропорта, прям вот, прям на выходе, прям огромный бигборд такой, значит, и там написано «Сталин жив». Вот это да. Приезжаю в другой город, на железнодорожный вокзал, подъезжаю, прям большой бигборд, прям вот на самом видном месте «Сталин жив». И так по всей России, от Петербурга до Владивостока, до находки. Братья и сестры, это было настолько страшным зрелищем, я с братьями делился, но братья так вот, ну, про себя так, ну, так, между собой так говорили, что да, ну, это страшно, конечно, ну, что ж поделаешь, ну, с волками жить, поволчи быть, вот. А потом, вот сегодня, когда стало уже больше прессинга, да, на христиан в России, стало больше давления, вот стала варка уже идти уже, не просто там в воде в теплой лежит, да, мясо, а уже стало кипеть уже, вот здесь стала всплывать всякая гадость. И в христианстве то же самое, и везде, вот, значит, и в христианстве стала такая гадость всплывать, что, ой-ой-ой, я думаю, об этом еще буду говорить еще, думаю, надо об этом говорить, все-таки свидетельствовать, потому что действительно, почему нужно говорить, потому что прославим Господа нашего Иисуса Христа, потому что церковь жива, знаете, не благодаря даже порой человекам, а вопреки человекам вообще, вопреки всему. И я думаю, что даже говоря, вот, о грязи в церкви, да, этим самым все равно прославится Господь, потому что этим самым мы показываем, что церковь жива не благодаря человекам, а порой вопреки человекам. И даже когда благодаря нам, как бы, где-то церковь жива, мы все равно говорим, не нам, Господи, не нам, но им не Твоему вся слава. Но, знаете ли, когда мы что-то доброе делаем, то трудно, как бы, значит, порой, вот, знаете, себе что-то не приписать. Но когда все кругом разваливается, нечестие, а церковь жива, то мы просто вынуждены просто констатировать факт, что Богу сто процентов, сто один процент всей славы вообще полностью, ему только ему слава и хвала. Вот. И, значит, и сегодня вот как раз я скажу, скажу вам правду, Сталин умер. Он не жив, он мертв. Вот. И я очень соболезную, конечно, тем, в чьих сердцах он живой по-прежнему. И, значит, сегодня как раз день смерти Сталина. День его смерти. И этот тиран, он, конечно, превзошел, наверное, ну, всех известных до него тиранов в истории, вообще человечества даже, в истории человечества. Вот. С ним даже трудно кого-то поставить рядом по величию, в нечестии, я имею в виду, в нечестии, величия по низости. Вот. Значит, и, значит, как вот тот самый библейский Немрод. Знаете, вот Немрод, значит, он был сильный в оригинале против Бога, против Господа. Вот. И согласно еврейской энциклопедии, как раз Немрод, значит, он действительно тот, кто, ну, первый антихрист, будем так говорить, первый человек, который замыслил человечество в целом отвратить от Господа, отвратить от Бога. Вот. Поэтому дух Немрода, это вот, ну, дух антихриста. Да. Сейчас. Не переключайтесь, я здесь. Я сейчас. Так. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, если вопросы есть какие-то, не стесняйтесь, пишите. Я сейчас как раз здесь, буквально минутка, последний штрих маэстро. Так. Так. Так, 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 так. Аллилуйя, Аллилуйя. Так. Все у меня, в принципе, готово. Сейчас. Аллилуйя. Вот так. Вот. У меня здесь почти все готово. Сейчас я еще на минуточку отойду. Совсем даже на полминуточки, чуть позже, когда там закипит. Вот. Так что учусь еще и поварскому искусству. Знаете ли, ну, я иногда люблю так готовить. Ну, как бы, то, что умею. Как бы, наверное, поэтому и люблю. Вот. Ну, это отдельная тема, отдельная статья. Отдельный разговор. Значит, и есть такие программы на христианских этих всяких каналах там. Вот на СНЛе там, когда готовим там с тем-то, готовим то-то, готовим то-то. Может, тоже надо будет заснять какую-то программу такую. Я, кстати, снимал уже несколько раз, как я готовлю свой шабатний борщ. Ну, вообще, шабатний суп. Вот так вот. Ну, вот так. Пасхальный сварю как-нибудь. Ближе к Пасхе уже. Потом поделюсь рецептом. Вот. И, друзья, значит, ну, тема вообще серьезная, конечно. И даже я скажу, что... Милана пишет, поделитесь рецептиком. Ну, мой рецепт, как многие мужские рецепты, очень простой. Ну, я попозже это расскажу как-нибудь, поделюсь. Вот. Вот. Хотя же мне нравится, и детям нравится, когда я у плиты. Ну, не часто так, но когда бываю. Вот, думаю, вот, ближе к Пасхе приеду, как раз, значит, побалую их немного. Вот. Да, друзья. И, значит, в Писании говорится о Духе Святом, о Духе Господа, Бога Всемогущего. Вот. И также о духах заблуждения. Не всякому духу, пишет Иоанн Верти. А испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжевроков появилось в мире. Вот. И действительно, поэтому дано нам, слава Богу, записанное слово, вернейшее пророческое слово, которое мы можем проверять. Всякого рода, вот, пророчества, значит, всякого рода духов, будем договорить, то есть пророков пророчествующих. Вот. Сегодня много что пророчествует тоже. Вот. Но я знаю, что надо доверять, ну, Божьему Слову, и оно исполнится по-любому. Божье Слово говорит нам, ну, Божье пророчество, если брать библейские пророчества, большая часть, я сразу скажу, большая часть, она уже исполнилась, вообще-то. Осталось неисполненным очень немногое. Так вот, Божье пророчество, записанное именно Библией, они порой страшны очень, порой ужасны на самом деле. Вот. Порой читаешь, ну, без содрогания внутреннего, какого-то ужаса, ну, невозможно их просто читать. Об этих войнах, о гладах, о морах, о землетрясениях, даже и в Новом Завете тоже говорится, и говорится по-новому, говорится очень тоже страшно. Вот. Есть прекрасное пророчество. Ну, самое прекрасное пророчество, которое вот, значит, именно перед пришествием Иисуса должно исполниться, это пророчество о том, что проповедено будет сей Евангелие Царства всем народом во свидетельство им, и тогда придет конец. Вот это прекрасное пророчество, оно тоже исполняется, кстати, на наших глазах, и оно тоже фактически исполнилось. Знаете, вот недавно, вот на днях, да, умер Билли Грэм у нас. Почти сто лет прожил человек, слава Богу, 99 лет, уже сотый год шел о его жизни, слава Богу, насыщенный днями. Человек, значит, отошел ко Господу, вот, и Билли Грэм обычно мы вспоминаем как раз вот в связи вот с этим евангелизмом последнего времени, в связи с вот этим пробуждением духовным вот этого последнего времени. Потому что, действительно, его кто-то сравнил с комбайном веры, комбайном Евангелия. Вот, ну, вообще, служение евангелиста, оно такое, скажу так, первопроходец идет, благовествует Евангелие всем. Вот Тейл Осборн из таких писатнических ярких, таких тоже евангелистов. Билли Грэм, он был баптистским таким, значит, лидером, баптистским евангелистом. Вот, кто у нас еще? Ну, Рейнхард Бонке из таких вот, таких харизматичных, таких очень, евангелистов. Да, удивительно, конечно, слава Богу. Вот, вот эти пророчества исполняются. Вот, и то же самое, вот, пророчества библейские, записанные в слове предречения Божьей, да, значит, слова Иисуса о Своем Царстве. Вот я вначале сказал, да, что Иисус, Он, когда воскрес, Он на протяжении сорока дней являлся ученикам Своим, говоря им о Царстве Своем. Говоря им о, ну, о Церкви, по сути, говоря им о Небесном Царстве, о Божьем Царстве. О Царстве Небесное, Царство Божье, да, мы должны понимать, это Церковь Бога Живого, ныне здесь находящаяся. И не только, конечно, вот, там говорилось и об Израиле, и о Церкви, и в этих притчах очень четко это прослеживается. Вот, есть отдельная тема такая, я ее тоже часто раскрываю, именно о притчах Иисуса Христа, и там я об этом говорю. Так, вот сейчас еще один, отойду буквально на секундочку, чтобы мне здесь просто убавить максимально все это, вот так вот. Вот, вот так, все. Слава Богу, теперь скоро будет готово. Вот, слава Богу. Вот, и, друзья, вот, а говоря о Своем Царстве, в притчах Иисус, знаете ли, Он не говорил только хорошее. Если бы, вот, как бы, Он говорил только хорошее, 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 то, знаете ли, я думаю, что любой нормальный верующий, адекватный, он заподозил бы что-то не то вообще в этом. И, значит, тогда бы это сказали бы, ну, а подлинный ли это Христос? Или, может, это какой-то антихрист вообще? Потому что подлинный, настоящий Христос, это действительно Слово Божье. А Слово Божье, оно не лукавито, оно Слово Божье, оно не такое, знаете ли, вот, значит, и нашим, и вашим, так вот. Слово Божье очень объективно, оно очень конкретно. И, значит, Слово Божье, оно, знаете ли, говорит правду именно, действительно правду, и ничего кроме правды. И Иисус, он не смотрел на историю своей церкви, на христианство, как и на Израиль Он не смотрел на народ свой, как, знаете, смотрели бы через розы в очки какие-то определенные Нет, он смотрел очень объективно, очень реально Он смотрел действительно, что все будет, ну так вот, как оно произошло-то Значит, очень порой печально Вот, и отступничество, он все это предсказал в слове своем, в своих этих вот притчах Предсказывал, рассказывал и об отступничестве массовом, о многих нечестиях, что произошли и происходят и в Израиле, и в новозаветной церкви самой христианской Вот, и притча Иисуса, допустим, Иисус не говорил, что вот не вот, как бы, царство Божьего, да, вот эти сети Только лишь, как бы, хорошую рыбку достанут из моря Нет Он говорил четко, что его не вот достанет всякую рыбку Все эти евангельские, они, как бы, уловят в царство Далеко не только хороший улов, но там будет много и нехорошего тоже, вот так вот Вот, но он говорил, что потом все переберут, как бы, значит, там Вот, отсеют, как бы, хорошее соберут отдельно в сосуды, значит, вот так вот Вот, и он говорил, что, да, на огороде изначально было засеяно хорошее семя Божье семя, Божье слово изначально было засеяно сеятелем Вот, но потом, вот те, кто должны были охранять Те, кому, как говорится, сам Бог велел-то быть на страже Вот, не бодрствовали, к сожалению И вот, что произошло Произошло то, что, значит, пришел враг ночью и посеял свои плевелы Свои сорняки, вот так вот Вот такая история И потом написано в притчах Иисуса сказано, что Выросло на поле, на огороде царства Божьего, Царства Небесного Вот, и то, и другое И Божье, и не Божье Вот, и хозяин там сказал четко, что это враг пришел И пока вы прошляпили, проспали все Вот, он засеял свои семена Вот, и даже там, вот эти вот служители, как бы, сказали Может быть, мы попробуем все, ну, прополоть, как бы, теперь Все-таки, ну, как бы, нехорошо, когда на поле растет и то, и все Но Господь сказал, нет, не трогайте ничего, не надо Вот Пусть растет все до конца Вырастет, потом разберемся Хорошее соберем Ну, а плохое сожжется все Вот так вот Вот, то есть, Господь однозначно в притчах своих о Царстве Небесном О Царстве Божьем Своем Он не говорил, что только лишь хорошее будет там в Его Царстве Но Он говорил, что и много всякой гадости будет Много всякой плохой рыбки, значит, там Плохой будет, значит, и сорняка, много всякого Но, опять-таки, вот Чисто по-человечески порой непонятно Почему хозяин того поля Не одобрил, как бы, проект именно прополки Ну, как бы, как по мне, так Хорошее предложение поступило Все-таки Вот, товарищи предложили, значит, взять и прополоть Все-таки сорняки-то можно отличить, как бы Думаю, они сельские жители Уж и поймут, где сорняк, где там не сорняк Вот Но, значит, хозяин сказал, чтобы не повредить и хорошее Интересно Вот, я думаю, что это еще для того, чтобы до самого конца Бог дает шанс даже самому злому сорняку на огороде Царства Небесного Царства Божьего Дает шанс покаяться Дает шанс, вот, духовно переродиться, возродиться Дает шанс, вот, действительно Ну, войти в его закрома, как действительно хороший добрый злак Вот, вспомните Иуду, ну, не хорошего там Иуда, а плохого Иуда, Искариотского Который, Искариотский Вот, того самого предателя Он был вором, написано в Библии То есть, он воровал То, что в ящик ложили для пожитывания, он присваивал себе эти суммы И, знаете, что, значит, как по мне, так у Иисуса политика, чисто по-человечески, политика церковная неправильная Вот, чисто по-человечески Вот, к примеру, если бы я знал, что, допустим, значит, в церкви есть вороватый человек То, ну, не знаю, у меня веры не хватило бы, чтобы ему доверить церковную кассу Вот, честно говоря, у меня, и при том, не обличать его ничего Ведь Иисус мог бы хотя бы, ну, не знаю, ну, так чисто по-человечески рассуждать Не по-божьему, а по-человечески Я сейчас повторяю Потому что по-божьему, по-божьему совсем по-другому Божьему ведению, божьи мозги, не наши мозги Божьи, скажу так, мысли, они совсем не вкладываются в нашу черепушку И наши мысли, они совершенно не его мысли вообще Ну, если по-нашему, по-человечески помыслить То Иисус, неужели не мог бы он отвести в сторону хотя бы однажды Иуду? Ну, хотя бы показать взглядом хотя бы однажды где-то, что я понимаю Э-э-э, э-э, нехорошо, мол Хотя бы дать ему намек, что я не дурак, я понимаю прекрасно, что ты вор Вот, я это вижу, я просто молчу сейчас Но он ни словом не сказал, ни бровью не повел, там, ни в усом не подул То есть он как бы даже ни намеком не показал своему ученику, апостолу своему Что он знает все это, понимаете ли? Иуда, наверное, может подумал, что раз он молчит, значит, может, он тоже такой же, как я Вот, не знаю, что думал Иуда Искариотский, но он был неправ И действительно, в Писании история, его рассказывается очень такая трагичная история До последнего момента, прям, даже на, уже, уже все, уже, перед арестом буквально Вот это вот общение, да, значит, хлебушек, Иисус дает ему хлеб, пожалуйста Он не сказал, что вот, предатель мой, вот, ни дна тебе, ни покрышки там Нет, он дал ему хлеб Вот так вот И даже когда ночь уже, и его арестовывали, Иисуса Вот, то Иуда подошел, поцеловал, и Иисус не сказал, что вот, что ты делаешь, нет Он сказал, что да, предаешь ты целование Но Иисус вел себя совершенно по-другому, иначе, не как человек, а как Бог вел себя И вот он дает каждому, даже самому злому сорняку на огороде царства своего Стать действительно добрым злаком Дает до последнего шанса, вот, человеку И вот для меня был очень хороший пример однажды Прочитать письма, значит, и послания вот этих вот Яна Гуса, великого чешского реформатора Который был еще, получается, за сто лет до Лютера За сто лет до начала Великой Реформации, эпохи Великой Реформации Он еще жил в эпоху Великой Деформации, Великой Деградации мирового христианства Он жил еще за сто лет до начала Эпохи Великой Реформации Но он был предвестником Реформации, он был предтечей Реформации И даже судьба его была похожа на судьбу предтечи, трагичная, мученическая Он был предтечей Великой Реформации Вот, и когда он уже был в заточении Там, значит, Констанция Сейчас в Германии Вот, значит, и, значит, он уже понимал уже Ну, взрослый человек, его допрашивают, его там не Что его не выпустят оттуда вообще, что его убьют там Вот, и он писал письма своим друзьям туда, в Прагу В свою родную Прагу, в свою родную Чехию Письма, в которых, по сути, он, ну, прощается, будем так говорить Вот, и, значит, и знаете, что интересно Он не просто там прощается, да Он делится, как бы, своими переживаниями Делится, вот, своими мыслями, своей верой И вот он рассказывает там о своей жизни Вот, рассказывает, что Кается, что, к сожалению, изначально его мотивы Именно мотивы стать священником изначально были неправильны Потому что он хотел, именно, как и Тысячи других его коллег Тогдашних священников христианских Он хотел лишь устроить свою материальную жизнь Жить безбедно, вот, как бы, значит, а для человека безродного Знаете ли, каким он был Ну, другой перспективы, как бы, и не было никакой Вот, нормально себя устроить материально Вот, таким образом Вот, значит, и как именно идти в священники Знаете, вот, как раньше в Советском Союзе, как говорили Не хочешь работать, иди в милицию, да, вот, ну, как бы, типа того Вот, это не хочешь работать, и хочешь иметь деньги Положение какое-то, ну, иди вот в священники, в духовенство иди Вот, и чего греха таить И сегодня нашего брата-священника тоже полно такого Ну, проходимца будем договорить Чаще всего не богом призванные, а чаще всего, вот, мамоной призванные И ленью, и похотью всевозможной, гордостью житейской И, значит, и... Но, с другой стороны, знаете, вот, письма Яна Гуса и его послания Они, вот, открывают потрясающую картину Он писал, интересно, что, хотя он стал не по Божьему призыву, будем так говорить По похоти своей священникам Но, что интересно, уже будучи священнослужителем Он пережил духовное вот это возрождение свое Он пережил обращение к Богу Он пережил вот это чудо Через Слово Божье Читая Библию Вникая в Слово Божье Вникая в себя В учение Он пережил это духовное перерождение И из священника-традиционалиста, да, каким он был Он стал реформатором, стал евангелистом Стал действительно, ну, героем веры И даже когда ему в Констанции же Его же не правы, сразу взяли и на костер там Нет, конечно, из истории мы знаем, что его По-хорошему вначале, как бы, пробовали уговаривать Как бы, отрекись, мол, от своих там ересей Будь как все Чего высовываешься? Зачем? Оно тебе надо Оно тебе надо, зачем? Будь как все Вот так вот Как сейчас говорят, там, не выпендривайся или что-то еще там Вот, мол, выскочка такой Надо тебе больше всех Все молчат, священники, один ты Ты что, один против десятков тысяч священнослужителей? Вообще, против Папы Римского, против епископов, кардиналов Против всей системы, один Ну, их было двое, вообще-то Их прибыло туда, в Констанц, двое Значит, Ян, значит, да, Гус, который, да, вот Иероним, Иероним Пражский Вот, два товарища Реформаторы Но их обоих по-хорошему, так вот, знаете ли, уговаривали Ну, как плохой и хороший следователь Их тоже арестовали, значит, там, и Вот, и допрашивали, значит, нам И угрожали, а потом по-хорошему предлагали И вот, значит, и его товарищ, вот этот Иероним сломался Он сломался, сдался и, в общем-то, отступил Отрекся, по сути, от евангельского учения Стал обычным христианским священнослужителем Значит, вот Ну, по сути, по-настоящему, если брать, антихристовым служителем Вот так вот Очень часто то, что называется христианством в истории Или сейчас, допустим, христианством называется Чаще всего это антихристос, а не христос Чаще всего это антихристианство Дух антихриста Просто это порой одно схоже на другое Вот, и Иероним сломался, отрекся Вот, и палачи говорили Яну Ну, что, вот, Иероним, твой товарищ, вы же вместе прибыли Все, вот, вы двое пошли против всей системы Ну, твой товарищ, он умный парень Хороший чешский батюшка Он вернется живой, здоровый к себе в Прагу Будет служить по-прежнему У него будет хороший приход, доход, расход, приход, все А вообще тебе больше всех надо Но Янгус, я думаю, он переживал, конечно Больно переживал эту трагедию, что его товарищ сломался Но, слава богу, что Ян выдержал Даже и это, этот удар Дьявол хотел ему под дых, знаете ли, вот, удар такой сделать Вот, последний удар, но, слава богу, Ян не сдался Его полгода, или сколько там, не помню уж по времени Там ломали в гестапо тогдашнем христианском, этом, как, инквизиции Вот, у нас в православии тоже инквизиция была Не хуже католической, а в чем-то даже еще и круче была Вот, по крайней мере, те, кто Современники тех событий, которые бывали на процессах Инквизиторских, значит, православных и католических Однозначно все говорили, что Восточная православная инквизиция гораздо более жесткая Гораздо более изощренная и извращенная Вот, значит, и, я думаю, те из вас, что бывали в советское время В Ленинграде и бывали в музее религии атеизма Вот, тогда располагавшемся в Казанском соборе На Невском проспекте Вот, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да Кто не был, ну, в чем-то вам повезло, конечно Ваша психика не так сильно пострадала Вот, но мне тогда, подросткам, это, конечно, очень сильно Доставило такой стресс, знаете ли Видеть, какое извращение христиане придумывали для пыток Тем более, что я потом был еще уже взрослым человеком Уже священнослужителем был, значит, на выставках На этом музее, как называется В Амстердаме-то Инквизиция, музей инквизиции Вот, значит, но там больше как шоу Значит, там даже, там, даже вот это буклетики Там, ну, там на входе бесплатно эти буклетики Эти вот, и там информационные И там, значит, там даже на разных языках там И там написано, что, значит, ну, подавляющее большинство этих экспонатов Это реконструкция То есть, оригинальных там очень мало было вещей То есть, вот с тех времен Вот, в отличие от Москвы, ну, Ленинградской Значит, в Ленинграде там было все оригинальное фактически Вот, там не реконструкция Там не было элемента шоу Представление, конечно, там, что было там кровище Там что-то еще Вот, но, знаете ли, сами эти экспонаты, показы Они были громче любого шоу Были вот так вот для меня Вот, и слава Богу, что Яна Гуса не сломали Вот, он не отрекся от Евангелия Христова Вот, и взошел на Ишафот Его, а, его сожгли ведь Да, кстати, его казнь, говорят, была самой зрелищной вообще За всю историю Инквизиции Вот, по количеству там Знаете, как сделали такое, как вот Такое шоу представление религиозное Масса народу Сильные века сего собрались Подарки раздавали людям, значит, там Там огромный помост Ну, очень торжественно красиво сожгли, конечно, Яна Гуса Так, извиняюсь, еще секундочку Так, еще на секундочку отойду Так У меня уже все Закрываю крышкой Вот так вот Камера не передает запахов Но вообще запах очень вкусный, вообще-то Ладно Похвастаюсь попозже как-нибудь Вот, но, кстати, такой был Говорят, был такой, ну, такой Трагикомичный такой случай При сожжении Яна Гуса Вот, уже костер уже начал гореть Уже там охапки Пламенем Охвачены многие были Этого хвороста И там одна бабушка Божий одуванчик, бабуля Еще горстку хвороста принесла И бросила в костер, как бы Ну, чтобы, ну, разгорелся получше он, как бы Вот, Ян Гус посмотрел, как бы На эту бабушку И сказал такие слова, как бы Святая простота, говорит Ну да, бабуля Так Чисто Вот так вот По-простому Ну, поучаствовать В инквизиции, да А, кстати, в Туле Кто бывал, если Или будет В Туле Я очень люблю Ясную Поляну Это усадьба Музей, да Усадьба Графа Льва Николаевича Толстого Вот И, знаете ли Значит И вот там есть В самой усадьбе Толстого В одной из комнат Есть Большая картина Она ему была подарена Льву Николаевичу Вот, незадолго перед смертью Ему подарили, да Эту картину Потрясающе Я, кстати, пробовал ее снять Но как-то там отсвечивать Как-то не, не знаю Не получилось А на репродукциях В хорошем качестве Не получилось мне найти ее К сожалению А очень интересная картина такая Вот Я думаю, что можно даже Что-то такое, как бы, изобразить Но там она в графике Если в живописи Я думаю, будет интересно Живописный вариант сделать Вот такой Такой же композиции Такой многофигурной Там вот Там казнь Яна Гуса Как раз Яна Гуса И там Ян Гус Он на костре Уже последние минуты Его жизни Уже пламенем уже Вот вокруг много пламени Вот Но самое интересное Вот когда смотришь Значит Ян Гус, да Значит И, как бы Клубы дыма уже там Вот А когда присматриваешься Видишь Там в клубах дыма Силуэт стоит Сам Христос Христос Там возле него Там Вообще Потрясающая картина Конечно Вот И там, значит Подпись такая была Что Великому русскому реформатору Вот Графу Льву Николаевичу Толстому Там Вот в память Там И прочее 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 Почему я историю Яны Гуса Так рассказал вам подробно Знаете Для меня это Очень хороший пример Как для священнослужителя Я знаю Что на сегодняшний день К сожалению Подавляющее большинство Ну Хотите верьте Хотите нет Но На мой взгляд 99% И 9 десятых Вот Всех служителей По крайней мере Кого я знал лично Кого видел А я знал много Сотни и сотни Священнослужителей Хорошо знал Орловской области Московской Рязанской Брянской областей Ну а в других властях Так постольку поскольку Но в этих властях Я знал фактически всех Так или иначе Ну тогда Конец 80-х Начало 90-х Годов Вот И По сути Из них Людей Духовно Переродившихся Возрожденных Свыше Знаете Ну Я скажу Могу назвать только Несколько человек Вот Подавляющее большинство Из них Фактически все Вот Люди Ну Не пережившие Духовного Этого возрождения Свыше Не знающие Бога Вот И прошли годы И ситуация Мало поменялась Я так полагаю Потому что Сейчас я меньше Общаюсь конечно С традиционными Священниками Вот Но Когда я вспоминаю Историю Яны Гуса Знаете ли Меня это Очень сильно Окрыляет Кстати У нас есть Свидетельство Еще Богдана Нашего Ионеско Кстати Вот Переводили с румынского На русский язык На соборе у нас Помните Да Если Отец Алексей Помните Значит Когда мы собирались Там Где мы Гниден Да Гниден Не Гатно Гатне Гатне В Гатному Собирались Значит В Гатному Собирались Там Где На пересечении Дружба И Новая Там Дом Был Молитвенный К сожалению Сейчас там Нет дома Молитвенного Вот Там Его Бандитские Захватили Значит Ну там История Отдельная Там Церковь собиралась Филадельфия Раньше Церковь Филадельфия Братско-сестринская Любовь Друг Наш Старый В нашей Церкви Верный Друг Мой Друг Геннадий Макарович Валуев Вот да Значит И он Пастор Этой церкви И вот Интересно Что Значит Там Свидетельствовал Наш епископ Богдан Ионеско С Румынии Епископ Нашего братства Нашей церкви Реформаторской Православной церкви Христа Спасителя Слава Богу И Слава Богу Он Был когда-то Монахом Был там Даже Архимандритом В одном монастыре Вот И Сейчас Слава Богу Он женатый человек Он епископ Нашего братства Православный евангелист Реформатор Покаившийся Возрождившийся человек Но он рассказывал Интересную вещь такую Значит Я слушал его И удивлялся Его рассказу И это стал священником Служителем Православным Вообще Вот 30 лет назад Стал церковно-служителем Православным Уже будучи человеком Возрожденным свыше То есть принявшим Уже Христа И Жившим Словом Божьим Значит И вот И Духовно переродившимся Вот И это меня спасло В чем-то я так рассуждаю Помогло мне В 96-м выйти Из этой системы Вот Как я вошел в нее И вот Почти 10 лет В ней варился И слава Богу В 96-м я вышел Из этой системы Вот Религиозно-мафиозно Такой Этой системы Структуры Коррумпированного Такого Отступничества Христианства Христианства И значит А он Богдан рассказывал Что он даже И пришел В церковь Собственно Выцерковлялся И стал служителем Церковным И монахом И архимандритом Будущим человеком Ну Невозрожденным Вообще Не знающим Бога Вот И он лишь Был Как он говорил Отец Алексей Помнит Помните или нет Есть архимандрит Он архимандритом Был по должности своей А он себя называл Как-то Архижулик Что ли Или архи Архибандит Как-то Архибандит О Архибандит Я такое слышал Но давно уже Я честно говоря Забыл уже Это выражение Такое Ну Субтитры делал DimaTorzok